Микросхемы, цифровые датчики и микрометры. В аэрокосмическом лицее номер 13 новое экспериментальное оборудование. Теперь уроки физики, химии и технологии похожи на цифровые лаборатории. Сегодня старшеклассники изучали характеристики светодиодной лампочки, схемы, чертежи в ноутбуке, эксперименты и опыты на специальном оборудовании. Раз новое оборудование было вот именно только что со светодиодной лампочкой. Раньше мы работали с маленькими обычными лампочками, которые работали в обе стороны. А сейчас только в одну. Мы отправили сейчас график на печать и скоро нам его должны отдать. Цифровая лаборатория помогает школьникам провести анализ почвы, проверить жесткость воды и изучить физические свойства металлов. Новая техника стоимостью в 2 миллиона рублей появилась в школе недавно. Деньги на покупку выделили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава городского округа Дмитрий Волошин. В 2018 году наш лицей стал победителем конкурса региональных инновационных площадок. Мы выступали с проектом школьной планетарии. И вот в рамках этого проекта нам было выделено оборудование на кабинеты физики, химии и еще технологии робототехника. Приобретение всей этой цифровой лаборатории – это, конечно же, первый шаг в построении нашего школьного планетария. На правах победителя конкурса лицей получил еще 2 миллиона рублей. Деньги пойдут на создание школьного планетария. Его планируют открыть к новому учебному году. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей.